Не только белые и пушистые домашние питомцы могут быть разными. В квартире Комлевых вместо собак и кошек живут тараканы, палочники, муравьи и даже креветки. Экзотическими существами здесь увлекаются и папа, и сын. Эта идея пришла спонтанно. Мы смотрели в интернете как-то объявление и увидели, что продаются палочники. И очень заинтересовались этим и решили их тоже содержать. Мы заказали их с Калининграда тогда. Нам пришли яйца, мы их инкубировали и вот теперь такое у нас уличение. Дальше пошли и муравьи уже, и пауки и так далее. Интересоваться насекомыми Игорь Комлев начал с самого раннего детства. Особенно увлекался муравьями. Я любил засыпать землей баночку и сажать туда колонию с муравьями без матки. Там был расплод, они его таскали, строили разные комнатки, я за ними наблюдал. Кормил их сахаром, но все-таки это было не так интересно, когда у них нет матки, так как они уже погибали через месяца два. Игорь учится только в седьмом классе, но уже знает, что в будущем станет энтомологом. Он отлично разбирается в видах насекомых, знает все тонкости ухода за ними. А потому палочникам в квартире Комлевых, как и другим питомцам, живется очень привольно. Ухаживать за ними в принципе не очень сложно. Главное иметь всегда под рукой листья малины или дуба. У них ночной образ жизни. Для того, чтобы их не съели птицы, они научились маскироваться под палочки. Зимой палочников кормят засушенными или замороженными листьями малины, которые приходится заготавливать заранее. А почти все остальные питомцы питаются друг другом. Здесь идет как биологический круговорот. То есть мы, например, лягушек кормим палочниками, которые у нас размножаются в больших количествах пауков. Мы кормим тараканами, которые тоже размножаются. Ну а тараканы едят то, что остается у нас хлеб, например. Подкармливаем их гомарусом, там какими-то кормами. Мадагаскарские тараканы, блаберусы, автомобильчики. Ни папа, ни сын не боятся брать их в руки. Рассказывают, что узнают много нового из жизни членистоногих и насекомых. Нам очень было интересно наблюдать за процессом линьки у палочников. То же самое, кстати, происходит и у пауков. Вот, например, у паука его, можно сказать, шкурка, из которой он вылезает. Общее количество обитателей квартиры хозяева даже не готовы назвать. Оно уже давно перевалило за несколько тысяч. Эти экзотические животные для Игоря – объекты изучения в нескольких серьезных исследовательских работах, с которыми мальчик не раз побеждал на городских экологических форумах. Любовь Почерникова, Андрей Семьволков, РТВ Иваново.